Так, вопросы, пожалуйста. Закон Гуга, там, по-моему, чем сильнее растягиваешь, тем больше натяжение. Тогда как управляется законами Кеплера и закон о стемнерном тяготении Ньютона, у которого каждое тело Солнечной системы, в частности каждая планета, реагирует по закону Ньютона на гравитационные поля всех других планет и самого Солнца. Поэтому, если брать нити, то не только какие-то пары, а все тела, ну, основной массой Солнечной системы, это вот, а не только пары. Закон о стемнерном тяготении универсален, а у вас только какие-то подобранные пары. Ну и закон, как относится закон Гуга, вот с растяжением нитей, он может иметь смысл, когда у нас обмен виртуальными векторными гравитонами, и поэтому там какая-то вроде бы канал такой, и гравитация возникает в определенном направлении. Так что какой-то смысл здесь может быть. Но все-таки закон Гуга – это не закон стемнерного тяготения Ньютона, который в первом приближении объясняет движение тел, и раз он стемнерное тяготение, то каждое тело со всеми другими планетами, поэтому надо оценить влияние всех остальных планет на это тело. Ну, конечно, главное – это Солнце. Вот как такое вот обобщение, чтобы более реальный координатор с системой? Ваше замечание для меня, оно очень значимо и очень важно. Это хорошо, что вы как раз обратили внимание на это. Но я согласен с вами, я сам понимаю, что это только начало исследования, и я не в состоянии ответить на все возможные вопросы. Только я хотел, может быть, вставить здесь, в этом плане, что как раз модель цепных систем, цепной системы гармонических осцилляторов – это как раз системный подход. Это мы рассматриваем систему, где все взаимосвязаны со всеми. И как раз этот подход я применил к Солнечной системе. То есть сама модель исходит из того, что не только имеется парная связь, но все связаны со всеми. Но как результат этой связи всех со всеми, мы получаем эту интересную таблицу, в которой имеется какая-то симметрия, какая-то глубокая, какая-то симметрия. И эта симметрия между совершенно различными небесными телами. Но я хотел, и поэтому я очень благодарен за ваш вопрос. Это очень важно для меня. Но я хотел еще что-то добавить, очень кратко. Если вы выстраиваете последовательности планеты по периоду обращения и по расстоянию от Солнца, то у вас получается в левой части и в правой части те же самые планеты и в той же самой последовательности. Но если вы выстраиваете планеты по массе и по периоду обращения, то получается какая-то другая последовательность. Но вы знаете, интересно, что я обнаружил, что в системе Сатурна, например, когда выстраиваешь лунное по массе и по периоду обращения получается одна и та же последовательность. Это что-то... И фрактальная размерность, она константа, тем не менее, но я пока еще... Я только в начале, и я не умею, я не знаю, как объяснить все это. Но это как следствие этого подхода, этого системного подхода, я подчеркиваю как раз, в рамках этой модели о колебаниях цепной системы и осцилляторами в этой цепной системе является небесное тело. Я не знаю, может, я, конечно, коллега немножко возрожу, но может, вам поможет именно то, что на самом деле надо избавиться от шор, что всемирное тяготение, оно всегда, везде, и как мы привыкли, что оно действует из точки в точку. Есть теории, которые говорят, что, например, астероиды не обладают, не всемирное тяготение, друг к другу не притягивают. Нет, и от того, что надо избавиться от того, что есть модель вот именно масса к массе притягивается, на самом деле есть гравитационная воронка, так называемая, то есть градиент. Если вы посчитаете, что у вас от Солнца есть одна градиентная воронка, в ней градиентная воронка Земли крутится и так далее, то вот эти плавающие, ну, гидродинамическая, я бы сказал, аналогия такая, она, может, вам поможет именно вот эти связи не такими парными и альбинейными, так сказать, она просто покажет, то есть если от стандартных шор, потому что никто Комендиша еще не повторил, что с этими световыми шарами до сих пор не может подтвердить, что есть такое именно распределенное... Ну, потому что... Давайте... Нет, ну, я не скажу тебе, так потому что поможет. У нас действительно неожиданно... Вопрос у вас есть? Нет, потому что... А у вас есть уступление? Почему? Всех со всеми, не всех со всеми. Я понял. И динамика, они более связи такие, более... Я для себя понял, как вопрос, и как очень важное заметение. Большое спасибо. Словом Церес, что это значит? Я не понял. Церес, что значит? Пояс астероид. Церес, это... самый большой... самый большой планетоид в поясе астероидов. Церера. По-русски Церера. Спасибо. Еще вопросы? Вы применяли свои соображения для микромира и для планет солнечно-селенцев. А скажите, пожалуйста, можно ли распространить ваше соображение на живой мир? Потому что, значит, живые организмы, они имеют разной масштабы, значит, человек, так сказать, есть, птицы небольшие, есть, лошади, слоны и так далее. Может быть, там тоже закономерность проявляется. Кроме того, там же есть еще время жизни и каждый из организма. Да. Этот вопрос... Конечно, я готовил свой доклад для физиков, и я не стал уж рассматривать эту тематику, но похоже, что это так. Я действительно смотрел и распределение масс для различных специй, для взрослых организмов и другие временные характеристики, но не продолжительность жизни, а периоды метаполических процессов, метаполизма. И получается тоже интересная взаимосвязь, которая может быть интерпретирована в рамках некой системы гармонических осцилляторов, где появляются фрактальные размерности. Но эта работа, она не закончена и она достаточно еще сырая, и я ее не стал еще показывать. Но я уже работал над этим и работаю над этим. Размерность какая-то получается? Или живых? Тоже полтора? Нет. Нет. получается не... У меня во-первых закономерности, которые вы обнаружили, довольно интересны. У меня сложилось некоторое подозрение, скажем так, что это закономерности могут быть следствиями процесса возникновения солнечной системы и газопылевого облака. Скорее всего может быть. И эти исследования, я думаю, вам стоит продолжать. Причем хочу добавить, что в настоящее время вне астрономии вне солнечной системы имеет уже в наличии около тысячи планетарных объектов, для которых для некоторых скорее всего известны разные характеристики периоды обращения, массы и прочее. Было бы неплохо посмотреть. Существуют ли подобные закономерности вне таких, скажем так, вне солнечных планетных систем. Если такие закономерности существуют, тогда может быть в результате таких исследований вы получите некоторые закономерности возникновения планет из газопылевых облаков. Вот я бы вам так сказать сказал вот так. Спасибо, это очень хорошее видео. Я только подчеркну, что сейчас время вопросов. комментарии это можно было бы и попозже. Вопросы еще? Вопросы? Все равно задувал вопрос. Один достаточно простой, а не быстрый. Значит, если вы говорите об общих свойствах материи, на мой взгляд, было бы логично сразу же попередить от протонов таблицу Менделеева. Вы таблицу Менделеева не пытались анализировать? По словенному затопу хотели? Есть публикация моя и не только моя публикация других коллег которые последовали со мной, применили эту же модель к таблице химических элементов и нашли интересные новые взаимосвязи между химическими свойствами элементов. Эта публикация уже есть. Я могу ее показать прямо сейчас. Ну, потом я сейчас не буду заметно говорить. И второй вопрос. Значит, почему вы берете отдельные тела из пояса астероидов и точно так же как Плутон сейчас не единственная планета на этой орбите по крайней мере тоже получается как осколки из множеств. Почему из целого ряда берите только одну? А не считайте например версию того же Фаэтона расколовшейся планеты где надо брать всю массу планеты Вполне может быть но эта закономерность очень хорошо ложится напрямую которую я показывал и фрактальная размерность константа постоянная когда мы анализируем небесные тела которые находятся в гидростатическом равновесии с гравитацией которая круглая когда мы рассматриваем осколки то получается абсолютный вопрос вот у вас здесь нет учета по крайней мере я не обнаружил учета изменений во времени например луна удаляется от земли со скоростью ну по оценкам измерениям 5 сантиметров в год вот как будет ведь если взять миллион или то стационарная орбита о которых вы говорите будут меняться как в этом случае да это очень интересно большое спасибо за ваш вопрос я это не исследовал и я думаю я буду это исследовать спасибо спасибо за вашу идею как реально входит скорость света вот в определение эластичности вот тех вещей которые вы говорите нитки и прочее ну это когда выписываем закон Гука для этого случая и имеем некоторое но это может быть потом как раз вместе и тогда имеем некоторую постоянную эластичность и в расчет этой постоянной эластичности входит скорость света по той простой причине что мы рассматриваем отношение массы к массе покоя протона и периоды обращения к собственному колебанию протона и входит скорость света автоматически я подумал что может быть мне пришла такая идея что а вдруг грамотационное взаимодействие обладает эластичностью вот солнечных существуют планеты у которых есть пухницы да иlove если существует может быть для них как которая как бы отдельная солнечные системы в миниратуре их могут бы тоже существовать подобное только наоборот спасибо я это смотрел только для лунной системы Сатурна для лунной системы Джупитера для лунной системы Урана и для лунной системы Нептуна Я уже подкатывал на эту тему статью, и она сейчас направляется на компетенцию. Там закономерности такие примерно? Точно такие же закономерности, только значение, числовое значение, которые фортальные размерности, отличные от числового значения для планет Солнечной системы. Еще вопросы? Да, последний вопрос уже от меня на права предыдущего. Учитывалось ли, и каким-то боком, может быть, будущим планируется учитывать, к гипотезу, что и не только периоды могут меняться в течение времени для планет и участников Солнечной системы, но и масса. Есть гипотеза разрушающей тепли, она очень серьезная. И не только сам, и других кубер. Это может быть глобальный процесс. Да, интересно. Место для учета таких возможностей остается? Остается, конечно. Спасибо, большое спасибо. Ну, по 5 минуту хватит? Пожалуйста. Так, тут никакой закономерности нет, у меня есть? Да, вот там. Грекка. Ну, и последовательность, и величина. Ну, пусть будет минимальный из них. Берем минимальный за единицу, разный единица. Ну, пусть максимальный, какой-то как число, максимальный. Ну, и здесь все же. Даже неважно, который из них, который соответствует, минимальный, максимальный. Минимальный обозначим за единицу, как я понимаю, может быть, единица здесь. Ну, каждый из них сколько-то раз по отношению к минимальному меняется. Но мы не по отношению к минимальному берем величины новые, а по отношению к очень маленьким величинам. Некий х нулевой, здесь некий у нулевой. Икс, даже х1 минимальный, допустим, делен на х нулевой, очень большое число. Что даже логарифм его обозначим через а. И логарифм у минимум делен на у нулевой, тоже очень маленькая величина, обозначим b. Тогда эти числа довольно большие. А и b. И вы сравниваете такие вещи. Логарифм х делить на х нулевой, делен на логарифм у и делить на у нулевой. Это есть. А встание размера с а на b. Да. Нет, здесь будет по отношению к ритмаму логарифм х и т, по отношению к минимуму плюс а. Здесь логарифм y и ты плюс b. Вот эти величины довольно большие по сравнению с этими. Поэтому все это дело почти постоянно будет. Отношение будет а делить на б. Браво. И все дела. Пска. Ну, я... Ну, да. Так он больших чисел. Да, ну, это прекрасно, да. Ну, у меня тоже короткий о пользе связи квантовых величин с макроскопическими. Я приведу просто пример. Сундаментальный констант можно получить массу планковскую, здесь минус пятая грамма. И она сама себе черная дыра, потому что происходит на радиус такой же. А Солнце близка к пределу превращения в черную дыру. И основной вклад в массу Солнца дает именно нуклоны, то есть протоны-нейтроны. Размер масса каждого нуклона на 19 порядков меньше, а размер стал быть на 19 порядков больше, чем. Поэтому, чтобы получилась черная дыра, звезда, нужно 10 в 19 поставить таких нуклонов, а раз пространство трехмерно ввести в куб, то получается, что Солнце содержит 10 в 57 степени нуклонов. Умножаем на массу нуклона, 10 в 24 грамма, получаем действительную массу Солнца 10 в 33 грамма. То есть связь микроскопических величин с макроразмерами и большие числа, они известны. Это Ирглада Дэвида Гросса 13 мая 2006 года он есть в интернете в президиуме РАН. Цензуры и там самые даже дикие идеи, ну как говорил Нильс Борн и достаточно сумасшедшие идеи. Вот я думаю, здесь достаточно сумасшедшая идея, правда я не могу сказать, что она достаточно сумасшедшая, чтобы объяснить реальные картины. Вот я думаю, вот этот более реалистический подход. Но во всяком случае, ну как говорил Ульянов, брат повешенного террориста, надо мечтать, поэтому я тоже говорю, что надо вот, ну как бы, шевелить наше воображение, а потом, благодаря вот даже вот этим ошибкам, которые мы здесь есть, мы придем к чему-то новому серьезному. Это мне нравится сама идея связи с Верхмалфиевичем с Сверхбольшими, а потом, почему орбиты конкретные, тут уже был вопрос. Ну, только резонансы выживают, как скрипичную струну возбуждаете, там, континуум звуков, но выживает только где-то полдлинной волны и еще тонны обертоны, кемеры нуля. Так что вот это соотношение гармонии вот этого хаоса. Что называемые фрактальные мероприятия или нет, это уже дело общепритетерминологии, моды и таких прочих вещей. Но время покажет, сколько здесь истины. Во всяком случае, надо исследовать и делать самые неожиданные предположения, чтобы потом фильтровать и увидеть, что это белый шум науки или это действительно интересное направление. А где АЭП? Я не берусь оценивать. Я беру сильные стороны. Я сказал, что мне понравилось. У нас было только двое желающих комментировать. И опять же, на правах ведущего я буквально два... Можно маленький? Я думаю, что можно сказать. Я хотел бы наоборот просто, да, как бы, не против, а в поддержку выставить просто маленькую идею по поводу связи эластичности со скоростью света. Если мы возьмем газодинамику, мы имеем скорость звука как характеристику среды. На малых скоростях мы имеем как раз что-то аналогичное действию закона ГУКа при определенных процессах. Если мы скорость света возьмем как характеристику среды некой, неважно, как мы ее обзовем, физический вакуум, эфир или еще что-то, мы, собственно говоря, на малых скоростях, а мы об этом и ведем речь, должны получать тоже нечто подробное. Потому что здесь может быть вполне подборная идея. я считаю, что это последнее замечание не совсем корректное, не последнее, а предпоследнее. Потому что А и Б это отношение минимальных величин. В принципе, если масса значительно больше, тогда уже будет больше. У него очень слабое колебание слабое, потому что и все равно все слабое. Потому что большие числа добавили, а там что-нибудь берем. Даже если не случайно, просто не все. На самом деле очень много сейчас идет к тому, что Вселенная на самом деле состоит из ячеистой, очень ячеистой структуры, и у меня все больше и больше, я к этому прихожу, что мы просто не видим эти ячейки, но все модели вот эти... Это известно в данной космологии. И космологии, и Максвелл, это тоже гидродинамические уравнения на самом деле и так далее. То есть, если рассматривать, что мы действительно в ячейках таких, то может с этой точки зрения... С момента и узнан. Я поэтому и сказал, что лучше все-таки не прямой закон Ньютона гравитации надо рассматривать, а именно что, как гравитационная воронка, которая плавает, и она, так сказать, более динамичная. Нет, структура моделирует и давно, и картинки есть. Может и Ксипарова, может и Гришаева, может и Кобзева, и так далее. У кого какие эти самые? Так, ну, подводя черту под докладом, хочу только обратить внимание, что ответ на вопрос, насколько цена, сделанная в докладе, идея и результаты, должна дать практику. Если эта идея обладает предсказательной силой, и мы можем предсказать некие неизвестные на сегодняшний день научные факты, и они будут действительно обнаружены, уже неважно. привязанно это или нет, это будет работать, и если будет работать, тогда можно разбираться, откуда же все это взялось, и какие глубинные закономерности приводят вот к этому обнаруженному факту. Мне лично доклад понравился, считаю, что мы правильно сделали, что собрались. Давайте поблагодарим. с тем, что здесь написано, я согласен, но я осмеливаюсь сказать, что если вы будете попытайтесь более внимательно относиться к тому, что здесь описано, то вы найдете, что это правильно, но это только частные случаи, именно когда мы имеем минимум и максимум. Но оказывается, что в этой модели этот специальный случай тоже есть. И для этого специального случая ваша аргументация А и Б работает, но для всех остальных не работает. И этим А и Б я бы хотел увидеть, как вы будете объяснять этот факт. Отношение может... Подождите, я не закончил. Я вас тоже не прерывал. Это. И это для всех масс, всех небесных тел Солнечной системы и для всех периодов всех небесных тел Солнечной системы. И это масса протона и масса... И период осцилляции протона. Когда вы сюда поставите массу электрона и период осцилляции электрона, ничего не сработает. Так антилаты создали из протона. То есть здесь только 2000 процентов, 20 сотых процентов. Это не только А и Б. 99,8, сколько там. Это не только А и Б. Протоны, понятно, потому что из них состоится. Да. Ну все, предлагаю поблагодарить еще раз докладчикам. Сейчас в 10...